С вами шеф Юлия и сегодня мы готовим вместе с вами и готовим для вас. Сегодня мы будем готовить классический салат из белокочанной капусты со свежим огурчиком, но в этом сладике есть фишечка. А фишка у нас в чем? В заправке. В нее мы используем икру кеты, можно также использовать икру ментая. Шинкуем капусту меленько. Можно ее перерезать, если она длинная. Затем режем соломкой огурец. Скоро у нас весна, поэтому сезон. Огурец, конечно, лучше выбирать колючий. Он и запах совершенно другой, и вкус, как домашний. Значит, огурца нужно 50 на 50. 50, допустим, грамм капусты, 50 грамм огурца. Значит, что мы добавляем дальше? Приправим это все соком лимона. Лайфхак. Лимон нужно немножко покатать по доске, чтобы появился сок. Опять же таки, если у кого повышенная кислотность, то смотрите по своим вкусовым соображениям. Лимончика нам нужно немножко. И тоже наблюдайте, пожалуйста, чтобы косточки не попали. Для этого мы кладем лимон в руку на пальцы и немножко выжимаем. Значит, приправляем весь наш салатик солью и перцем. Тоже ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Ну, как я люблю говорить, лучше не досолить, чем пересолить. Соль я выбираю морскую. Она очень полезная. Дело у нас доходит до нашей изюминки, до икры. Ну, на такое количество салата, я думаю, что мы возьмем ложечки 2 чайных икры. Ну, можно чуть больше. Ну и завершаем маслом растительным. Так, а теперь нам нужно все это перемешать. И для того, чтобы перемешать, естественно, у меня перчаточки, поэтому я имею право это все перемешать рукой. Взбиваем немножко масокра плотненькая, поэтому разминаем ее ручками. Прослеживаем, чтобы все распределили все ингредиенты равномерно. И да, если капуста поздняя, то ее лучше перед тем, как добавляем огурчик, ее лучше немножко пожмякать. Сделать ей массаж, чтобы она была мягче и пустила сок. Так как мы все любим эстетику, соответственно, в нашем варианте блюда будут подаваться красиво, поэтому мы сейчас задекорируем тарелочку. Это у нас бальзамический соус. Используют в ресторанах. Его также можно приобрести в магазине. Он очень хорошо подходит к овощам. Выберите центр тарелочки. Выкладываем на серединку горкой. Дабы дополнить полностью нашу картину, мы задекорируем. У нас есть красивая микрозелень. Хорошо они продаются в свободном доступе в магазинах. Но можно вырастить на подоконнике дома смело. И я думаю, что для полноты картины не хватает нам укропчика. 5 минут-10 вашего времени. И вот такой вот аппетитный вкусный салатик у вас получится на выходе.